В конце прошлого года губернатор поставил задачу – каждый житель региона должен иметь возможность пользоваться услугами бань. Так родился проект «100 бань Подмосковья». В нашем городе есть две бани. Одна, находящаяся в самом центре города, требует существенных реконструкций и ремонта. Вторая – в Расторгуево. Сегодня фактически представляет собой полуразрушенное здание. На возрождение обеих город выделил значительные средства. Подробности в сюжете наших корреспондентов. «Хорошая баня лучше сытного обеда», – гласит народная пословица. И правда, для русского человека баня – не просто место, где можно помыться. Баня имеет очень большую популярность среди населения города. И не только видного, и не только нашего района. Народ собирается и помыться, и восстановить свое здоровье, и плюс это еще общение. Трехчасовой сеанс обходится гражданам в 450 рублей. Пенсионеры платят вдвое меньше. А участники войны и дети до семи лет пользуются услугами бесплатно. Семен Семенович всю жизнь ходит в баню. И в свои 83 не собирается расставаться с любимым времяпрепровождением. Каждый четверг для него чистый. Баня для меня – это жизнь. Это жизнь. И ни одного меня. Тут есть много пацанов, для которых баня – это жизнь. Губернатор Андрей Воробьев решил навести порядок во всех городских банях области, начав проект «100 бань Подмосковья». Эта программа нацелена на восстановление и строительство банных сооружений в городах. В Витнам баня находится в самом центре, а значит, должна иметь соответствующий внешний вид. Здание требует ремонта и реконструкции, ведь ему уже 60 лет. Завсегдатые заведения, довольные обслуживанием персонала, обращают свое внимание на данные проблемы. Крышу, она стекла, крыша стекла у нас сейчас, понимаете. Значит, это заменить, надо раздевалку заменить, надо парную маленько подремонтировать. Ремонт отребует печь, которая, надо сказать, работает на дровах, чем гордятся сотрудники бани. Аромат в парной стоит изумительный. Необходимы здесь и сантехнические работы, монтаж системы отопления, устройство вентиляции и общестроительные работы. В администрации города было выделено почти 6 миллионов рублей на капитальный ремонт. Сам ремонт запланирован на июнь месяц. За три летних месяца мы попытаемся полностью ее восстановить. В планах города восстановить и баню в Расторгуево, которая не действует с 1989 года. Но, по словам Анатолия Матюхина, в былые времена она имела даже большую популярность у населения, чем центральная. Так что в скором будущем горожане смогут пользоваться услугами бань в полной мере. Татьяна Брылова, Константин Брылов, Наталья Буслаева, Видное ТВ.